Девочка-пай Скажите, пожалуйста, что будет с теми домами, которые до 1 июля 2016 года не успеют создать ОСМД, или те, которые будут в процессе оформления документов? Смотрите, в данном случае норма закона говорит о следующем. Те, кто не определятся с управителем, либо не создадут ОСМД, им управители назначат органы местного самоуправления. Что это должно значить? Что это будет тот же ЖЭК, только теперь он будет, мы думаем, либо реорганизован, либо ликвидирован и создана новая компания. В пользу создания новой компании, которая будет управляющей, говорит тот факт, что при реорганизации возможно правонаступность, правоприемство новой организации по обязательствам ЖЭКа. А учитывая, что, по нашему мнению, этот закон создан как раз для того, чтобы снять с ЖЭКа всякую ответственность, чтобы люди сами взяли ответственность за свое имущество и никому не могли предъявить претензии, то в таком случае будет оптимально всем ликвидировать ЖЭКи и оставить дома на попечение людей. А те же, кто не создадут свои ОСМД, не возьмут ответственность за свое имущество, то тут уже будет назначена управляющая компания, органы местного самоуправления, она пройдет все известные нам процедуры, тендеры, но мы знаем, как они проходят. В чем один нюанс, что люди теперь будут платить не только сами коммунальные услуги, но еще и плату за оказание управления домом. А по нынешнему законодательству эта плата ничем не ограничена. Она является договорной и может быть большой, по нашему мнению. Такой расклад может повлечь намного больше расходы, чем если люди сами создадут ОСМД, либо назначат себе управляющую компанию. А будут ли переданы от ЖЭКов к этим правонаследникам, правонаследствующим компаниям долги жителей перед ЖЭКами? Долги жителей перед ЖЭКами, я бы сказал, что соотношение долгов ЖЭКов перед людьми и людей перед ЖЭКами несоотносимо, потому что ЖЭКи со своей задачей, как мы видим, по состоянию нашего жилого фонда, они капитально не справились. И чисто формально, документально, оформлены только претензии ЖЭКа к людям в виде счетов, актов, о том, что вот они оказали услуги. Но если сейчас все возьмутся и дружно предъявят претензии к ЖЭКам, составят акты претензии, установят факты, не надлежащие в оказании услуг, то окажется, что ЖЭКи намного больше должны людям, чем люди ЖЭКам. И опять же, это говорит в пользу того, что их, скорее всего, ликвидируют, чтобы никто никому не был должен. В первую очередь, ЖЭКи людям. И один еще вопрос по поводу того, что вы говорили из-за королевства. Какое? Редактор субтитров А.Семкин